Вы смотрите программу «Губерния». Вот главные темы выпуска. Скорая ехать не хочет, дорогу не чистят. Отрезанными остаются жители нового микрорайона города Иваново. Когда сдадут путепровод в Видный, расскажем. Чтобы получить котенка Мейн-Кона, студент около 40 раз ударил ножом его хозяйку. Завершено следствие по громкому делу о покушении на убийство в Рождественском микрорайоне. Все подробности и следственное видео сегодня в программе. Сколько привитых лежит в больницах и сколько умерло? Эти вопросы часто поступают в нашу редакцию. Сегодня мы спросили об этом у Артура Фокина. Победитель «Большой перемены» пригласил губернатора в гости, и тот пришел. Привет, господин. Рад вас видеть. Позвал. Спасибо вам. Мы покажем, куда они вместе сходили и какой совет дал глава региона будущим шеф-поварам. Дебют инклюзивной студии «Дельфин». Проект, который позволит воспитать здоровые отношения к особенным детям. Мы побывали на выступлении в Кохомской школе. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В студии Сергей Веселов. Скорая ехать не хочет, дорогу не чистят. Вечером темно. Отрезанными остаются жители нового микрорайона города Иваново. Путь за 75 миллионов есть, но его фактически нет. Когда сдадут дорогу в Видный, расскажем прямо сейчас. Новый микрорайон «Видный» за Ашаном начали строить в 2018 году. В промышленных трущобах вырос большой 18-этажный дом. Относительно недорогое жилье быстро раскупили. В прошлом году строение ввели в эксплуатацию. Здесь дано более 400 квартир. По словам жильцов, заселены уже два подъезда 18-этажного дома. Очень много молодых семей, которые приобрели жилье на средства материнского капитала. Однако новоселы столкнулись с проблемой. До нового места жительства невозможно нормально добраться. Даже такси отказывается ехать. Особенно тяжело зимой, после снегопадов. К Джессике Крупиной, например, когда она была на 22-й неделе беременности, не приехала скорая. Машина не может найти дорогу, встала у вас там. Типа, ну, мы не можем найти проездка. У меня вышел муж, пошел встречать их. На что водитель говорит, я не поеду к вам. Он говорит, по какой причине? Я, говорит, здесь сейчас в колеи оставлю свою машину. Я, говорит, не поеду. Вышли доктора, меня забрали отсюда. Мы дошли до того пути, сели в машину и оттуда поехали. Одну зиму жильцы перетерпели. Весной этого года чиновники новоселов обнадежили. Кроме жилых домов, здесь строятся два соцобъекта, детский сад и фок. Дорога будет. В текущем году у нас планируется построить со второго по четвертый этап. То есть практически полностью вся дорога будет обеспечен проезд с улицы Проездной до Павла Большевикова. Контракт у нас уже заключен с подрядной организацией. В ближайшее время они приступают к строительству дороги. Будет дорожная одежда в асфальт-бетонном покрытии, будут тротуары, будет освещение. Планировали, но улицы Проездную и Павла Большевикова так и не соединили. Для жителей остался один самый короткий и безопасный путь – по парковке Ашана. Но там ставят блоки, а другие направления с улицы Павла Большевикова и Проездной не чистят. Недостроенную дорогу мэрия не может принять на баланс. Дорога есть, но при этом ее нет. То есть кто ее должен чистить – непонятно. Спасибо застройщику. Мы звонили по всем номерам, застройщик нам прочистил. Но это был один снегопад, а впереди у нас зима. Простой поход в магазин или поликлинику, который, кажется, так близко, становится квестом с препятствиями. Люди вынуждены протаптывать тропки. После того, как они утрамбованы, мамочка с коляской еще может проехать. Жильцы с ограниченными возможностями здоровья находятся в заточении. Выезд к Ашану, к примеру, там нереально. Через железную дорогу пройти на кресле, тем более, никаких условий для этого нету просто-напросто. А по дороге опасно, извините, машины ездят. Еще одна проблема – освещение. Линии электропередачи частично установлены. Но вечером хоть глаз выколи. Светлее не стало даже после майского визита губернатора Станислава Воскресенского. У меня просто вопрос сразу сходу. Что нельзя сейчас освещение сделать? Сейчас я проработаю вопрос. Можно потестиру? Поговорить с энергетикой? Ну, конечно, да. Потому что дорога дорогой, но здесь же люди живут уже. Как нам рассказали в администрации города Иваново, несмотря на то, что срок контракта закончился 15 ноября, до сих пор не завершены работы по обустройству дороги. Не выполнена разметка, озеленение. Все еще монтируют ливневки на проездной улице. Асфальт, согласно экспертизе, недостаточно уплотнен. До ввода объекта в эксплуатацию затраты на содержание администрации нести не может. Поэтому с нашей стороны в адрес подрядчика направлены письма о том, что до ввода в эксплуатацию они осуществляли содержание данных участков дороги. Мы надеемся, что подрядчик до ввода в эксплуатацию будет нести затраты на содержание данной дороги. Освещение пока смонтировано лишь частично. Сейчас идет техническое присоединение. Посветлеет, видным по словам чиновников, только после того, как все работы по обустройству дороги будут завершены и объект введут в эксплуатацию не раньше весны. К подрядчику ООО «Мастер» из Александрово за нарушение сроков применят штрафные санкции. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». В Юревецком районе в воскресенье под лед провалился мужчина. Это случилось в районе деревни Быстрица. Рыбак хотел на стенгоходе переехать на другой берег, но провалился в полынью. Спасти его не удалось. Сотрудники ГИМС достали тело погибшего. А вот субботнее происшествие в Юревце закончилось благополучно. В 11-м часу утра на Юревецкую спасательную станцию поступил звонок о том, что в райцентре на Волге под лед провалился пожилой мужчина. Он был примерно в 100 метрах от берега. Сотрудники ГИМС в это время патрулировали реку неподалеку. И тут же отправились к месту ЧП. Оно произошло в районе улицы Ушакова. Когда прибыли на место, где предположительно провалился мужчина, установили, что он уже из последних сил держится за кромку льда. Оценили немедленно обстановку, бросили ему спасательное средство, спасательный конец Александрова и вытянули к себе на судно на воздушной подушке. Операция закончилась успешно. В ледяной воде мужчина находился около 15 минут. Спасенного рыбака доставили в расположение спасотряда. Там его уже ждали врачи скорой помощи. За покушение на убийство, разбой и поджог квартиры в Иванове будут судить студента из Великого Новгорода. Резонансная история произошла в минувшем феврале в микрорайоне Рождественский. Злоумышленник пришел за котенком породы Мейнкон, пытался убить заводчицу и увел ее двухлетнюю дочь. Подробности громкого уголовного дела и видеоследственного эксперимента в нашем следующем репортаже. Продолжение следует... Когда она потеряла сознание, злоумышленник взял котенка, мобильный телефон, деньги и некоторое другое имущество семьи. После чего поджег квартиру и увел с собой ребенка. Женщина спаслась чудом. Она очнулась, смогла позвать на помощь соседей и рассказать о том, что случилось. Она прямо точно сказала, это со слов пожарников, да, то есть там оказался в рядах сотрудник знакомый. Я спросил, говорю, Максим, что он, ну она еще что-то говорила, ну мы же пока спускали там, либо еще что-то, что она могла еще сказать. Она сказала, что да, приходил кто-то покупать котенка. Ребенка через несколько часов обнаружили в аптеке в центре города. Преступник оставил там девочку, сказав, что она потерялась. Личность студента установили в тот же день, он был задержан. На допросе свои действия мотивировал тем, что все в жизни надо попробовать. Позднее психиатрическая экспертиза установила вменяемость преступника. На сегодняшний день уголовное дело расследовано. Материалы с обвинительным заключением готовят к передаче в Ленинский районный суд. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». Ситуация улучшается, но еще не хороша. Так Артур Фокин охарактеризовал обстановку по коронавирусу в регионе. По-прежнему высокой остается суточная смертность от ковида. Сегодня печальную статистику пополняют 13 человек. При этом общие цифры позволяют надеяться на дальнейшую положительную динамику. Так, за сутки поставлено почти 200 диагнозов ковид. В больницах лечится чуть больше тысячи человек. Больше половины пациентов на кислородной поддержке. 54 на аппарате ИВЛ. Еще месяц назад цифры были вдвое-втрое выше. Свободно сейчас почти 900 коек. На сегодняшний день в области первым компонентом вакцины привились почти 450 тысяч человек. Завершили курс вакцинации чуть меньше 370 тысяч жителей. Мы часто слышим, привитые от ковида не умирают. Нашему телеганалу удалось получить реальные цифры. За пандемию непосредственно от коронавируса скончались более 200 вакцинированных человек. Есть ли этому объяснение? Об этом расскажет Дарья Костина. На барс часто поступают вопросы или даже замечания. Расскажите, сколько привитых лежит в больницах, сколько умерло. Это тема плацдарм для разговоров, слухов и даже скандалов. Итак, вопросы, которые накопились у населения, мы задали Артуру Фокину на включении сразу после брифинга. Артур Фокин отвечает, опирается на цифры Федерального регистра больных COVID-19. Пациента, который поступает в Цационар, обязательно спрашивают, привит ли он. Артур Миробович, какой процент среди пациентов в больницах составляют вакцинированные граждане, сколько их? У нас сейчас из 1062 больных, находящихся на круглосуточном лечении, 20% люди, предъявляющие нам сертификаты вакцинации. Это что имеется на сегодняшний день. Если посмотреть в среднем, то по нашим данным, порядка 12% больных прошли через круглосуточные стационары, имеющие вакцинацию. По статистике, за всю пандемию диагноз COVID был поставлен почти 65 тысяч раз. Более 18 тысяч привитым людям, это чуть меньше трети. Как отмечает Артур Фокин, болезнь протекает по-разному, но большинство вакцинированных перенесли вирус легко, дома. В больнице чаще госпитализировали пожилых пациентов с серьезными хроническими заболеваниями. Например, на сегодняшний день у нас ни один вакцинированный не находится в реанимации, не находится на аппарате ИОЛ. Так бывает не всегда. В регионе умерли 330 жителей, у которых выявили COVID и которые были от него привиты. Непосредственно от коронавируса, по данным регистра, скончались 214 привитых пациентов. Артур Фокин подчеркнул, среди жертв инфекции есть, например, и вакцинированный 45-летний мужчина без серьезных проблем со здоровьем. Но 90% – это люди старше 80, у которых организм ослаблен тяжелыми болезнями, сахарным диабетом, инсультами, инфарктами. В таких случаях точную причину смерти определить непросто. Цифры Ивановской области добавляет Фокин приблизительно такие же, как и во всем мире. Вывод главный медик региона делает такой. У нас из полумиллиона фактически вакцинированных людей заболело всего 18 тысяч. То есть это 4%. А умерло 330 человек – это 0,07%. Ну, наверное, вот эти цифры красноречивее любого врача, они покажут эффективность вакцинации. Об эффективности вакцины от нового штамма «Омикрон» Артур Фокин говорить не стал. Информации мало. Известно о шести десятках заболевших в стране. Мы тоже у ряда лиц, которые к нам въезжали из африканских стран, из Египта, из Эмиратов, берем мазки ПЦР и при высоком титре отправляем в Центральные научные институты для того, чтобы они секвенировали этот штамм. Но пока нам информация о циркуляции на территории Ивановской области «Омикрона» не приходила. Поступаемая информация, добавил Артур Фокин, противоречивая. Одни эпидемиологи считают «Омикрон» более заразным, но якобы болеют им легко. Другие делают выводы о высокой летальности от его последствий. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и вот что вы увидите во второй части выпуска. Победитель «Большой перемены» пригласил губернатора в гости и тот пришел. Мы покажем, куда они вместе сходили и какой совет дал глава региона будущим шеф-поварам. Дебют инклюзивной студии «Дельфин». Проект, который позволит воспитать здоровые отношения к особенным детям. Мы побывали на выступлении в Кохомской школе. Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем выпуск. В Ивановском колледже сферы услуг сразу несколько больших событий. Во-первых, студент стал лауреатом национального конкурса «Большая перемена» и выиграл миллион рублей. Во-вторых, он пригласил в гости губернатора. А тот приехал и на базе колледжа провел встречу с другими призерами федеральных конкурсов для школьников и студентов. Наталья Сергеева тоже отправилась на встречу к юным миллионерам. Добрый день. Артем, правильно понимаю? Здравствуйте. Последний месяц для Артема сплошной хит-парад счастливых событий. Победил в «Большой перемене». Выиграл грант в миллион рублей на реализацию проекта. Да и проект вполне жизнеспособный. С прицелом на бизнес хочет создать пекарню. Куда нам идти? Возможно, это будет торговый центр, либо где-то в центре. Где-то вот, получите революции, Ленина. Где массовое скопление людей. Название думали уже, нет? Скажу честно, была мысль, потому что по городу ехал, и было название одно, оно меня очень заинтересовало. Там была пекарня от и вот фамилия семьи. И была мысль назвать ее пекарня от Орлова. А звучит по-графски очень даже. Сначала защитит диплом, после займется реализацией бизнес-плана. Конкуренция не боится. Будет удивлять. Я планирую посетить какие-то большие города. Это Москва, Санкт-Петербург, где это очень сильно все развито. Это, безусловно, я буду брать тем, что новые блюда, новинки, диковинки, идеи новые хочу действительно реализовать. И привезти их сюда, в Иваново. Не только в Иваново, надеюсь, но и в область. И буду брать новым ассортиментом. Двойная удача. Став миллионером, еще и принимает в гости губернатора. Станислав Воскресенский на встрече с общественностью пообещал приехать по приглашению Артема в колледж сферы услуг. Сказал – сделал. Привет, рады вас, милейший, позвал. Спасибо вам огромное. В последние годы Ивановский колледж сферы услуг – место популярное. Здесь обучают востребованным сейчас специальностям. Можно стать стилистом, турагентом, барменом, кондитером или поваром. Современное оборудование, невероятные, хорошие условия. Техническая база хорошая, но чтобы расти профессионально до уровней шеф-поваров, нужно учиться у лучших, говорит губернатор. Ресторатора наших в качестве преподавателя здесь нет? Нет. А чего? Нет. Дело в том, что после… Кто работал на производстве и потом уже трудоустроился в колледж в качестве преподавателя или мастера производственного обучения… Нет, какие-то мастеры классы. Есть. Такое, да, организуется, конечно. Глава региона предложил организовать регулярное обучение у ведущих шеф-поваров региона, а заодно и нарабатывать связи на будущее. Кстати, о нем студенты активно думают. Уже за круглым столом победители и призеры федеральных конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» с губернатором обсуждают свои проекты. Несколько посвящены как раз проблемам поиска себя и трудоустройству. Мы провели исследование целевой аудитории. Это студенты бакалавриата и специалитета. Дальше, пожалуйста. И выяснили, что многие из них не знают о существовании карьерных центров у себя в вузах или никогда не пользовались ими, даже если они существуют. Предлагают создать центры заботы о студентах и даже онлайн-платформы поиска мест для стажировок, где фирмы выкладывают вакансии стажерам, а студенты откликаются. Мне очень нравится, что у нас активные, такие очень трудолюбивые жители, активные школьники. Это здорово. Я стараюсь в своей работе помогать, чтобы вы могли реализовывать свой потенциал. Для меня это самое главное, чтобы вы могли реализовываться именно здесь, у нас, в Ивановской области. Среди финалистов конкурса «Большая перемена» были и полторы тысячи российских школьников. Среди победителей и призеров – ученики из Ивановской области. Так вот, ивановские школьники задумались о среде обитания и чистоте воздуха родного региона. Ева – выпускница 33-й Ивановской школы. Говорит, прелесть конкурса в том, что он помогает вытащить скрытый потенциал. Зашла в большую перемену как журналист, а вышла как физик и борец за экологию. Как и везде, это большая проблема. И мы решили, что мы начнем проектировать интересные идеи, связанные с фильтровыми очистительными сооружениями, которые бы помогли создать воздух действительно хорошего качества. Сумма победных грантов у студентов и школьников разная – от 200 тысяч до миллиона рублей. Призеры-школьники получили дополнительные баллы для поступления в вузы страны. Решение, останутся ли учиться в университетах Ивановской области, примут после ЕГЭ. Но и здесь, говорят, уровень обучения и внеучебной работы сейчас достойный. Лишь бы было желание. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Спрос на посещение нового бассейна в Кинишме оказался неожиданно велик. Гораздо выше, чем возможности самой площадки. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга» был открыт в апреле этого года. С этого момента он стал пользоваться большой популярностью кинишемцев. Открытие ФОКа горожане ждали без малого 10 лет. Бассейн, где занимались чемпионы школы Олимпийского резерва, был закрыт из-за аварийного состояния в 2011 году. Сейчас эта проблема решена. В ФОКе построены две чаши. Большая для взрослых и малая для детей. В комплексе открыто отделение спортивного плавания. В нем сформировано 14 возрастных групп. Это более 200 воспитанников. В рамках досуговой деятельности бассейн посещают школьники и кадеты. Здесь тренируются две городские сборные. Ветеранов спорта и Паралимпийская. Открыты пять платных групп обучения плаванию. А также свободное посещение по хозрасчету для любителей. В бассейне установлено современное техническое оборудование, которое обеспечивает качественное обеззараживание воды. Дозация хлорки и щелочи идет компьютерная. То есть здесь человек в этом участие не принимает. Все это делает машина. В миллиграммах. Как только компьютер определяет, что недостаточно, все это добавляется в воду. Те, кто посещали другие бассейны, говорят, что вот именно наличие хлорки здесь настолько минимально, что очки, даже те, кто в других бассейнах использовали очки, они здесь очки не используют. Как воспитать в обычных детях здоровые отношения к особенным ребятам? Как помочь им наладить взаимодействие и стереть барьеры? С таким проектом инклюзивная студия «Дельфин» планирует максимально объехать все ивановские школы. Со спектаклем, принесшим им победу на Всероссийском фестивале, ребята приехали в Кохумскую школу номер пять. Об этом наш следующий репортаж. В инклюзивной студии «Дельфин» совместно занимаются как здоровые дети, так и ребята с особенностями развития. В пятой Кохумской школе у них дебют. Приехали не за славой, а за общением. Наша студия занимается третий год театральной деятельностью. Мы делаем пластические спектакли, где есть место песни, слову, танцу. И все дети создают общий такой театральный фон, групповой. И поэтому у нас как будто бы нет главных ролей. То есть мы как единый организм передаем суть спектакля. Не так давно в Иванове прошел фестиваль «Уникальные люди». В студии «Дельфин» впервые решила поучаствовать. Победа – дипломанты первой степени. Награду помог завоевать спектакль под названием «Кролик Эдвард». Эдвард жизнь свою получил, но сердце себя лишь убило. Здесь нет пышных декораций, но от этого сценка не становится скучнее или проще. Наоборот, настроение меняется каждую минуту. От трепета и любви хозяйки до безысходности и погружения на морское дно. С подобными проектами студия планирует максимально посетить все школы Иваново и области. Родители и школьников, к слову, этому безмерно рады. Говорят, важно воспитывать в детях не только здоровое тело и дух, но и здоровое отношение к тем, кто отличается. Я очень рада, что они сейчас встречаются с обычными детьми, школьниками. Это плюс и им, и нашим детям. Потому что наши дети сейчас очень часто проводят, ну, скажем так, большую часть времени в интернете. Дети озлобленные, неактивные, не социально развитые. Поэтому я только за такие встречи. Это полезно, ну, и тем, и другим детям. Выступать одним приходится не так долго. Начинаются общие мастер-классы, флешмобы и пантомимы. Как считают организаторы, узнать друг друга и найти общее помогают незрение, слух или умение говорить. Все преграды и неудобства стирает творчество. Итог. Дети, сначала находящиеся по разной стороны рампы, становятся неразделимы. Ну, как сказать, очень хорошие люди. Мальчики, девочки, вообще, все хорошо. Хорошие вы все. Мне очень так сильно понравилось, что, не знаю, еще хочется куда-нибудь поехать. А вы приезжайте к нам почаще, мы вам очень будем рады. Спасибо, Василисочка. Ну, мне безумно понравилось общаться с детьми. Я думала, все будет как-то менее активно. Но вы все такие яркие, общительные. Когда вы начали танцевать, я вообще подумала, что я буду показывать. Потому что вы умеете просто все. На память обмениваются подарками. Причем некоторые из них ручной работы. Но приобрели больше, чем отдали. Знакомство и, возможно, крепкую дружбу. Надежду для всех, кто встречается с трудностями. А еще умение отвечать любовью на любовь. Спасибо! Алина Марычева, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». В Иванове на улице Красной Армии временно перекроют движение для всех видов транспорта. На этой неделе по ночам там начнут устанавливать новогоднюю иллюминацию. В этом году праздничные иллюминации традиционно украсят центр города. Гирлянды вдоль улицы Красной Армии начнут развешивать с 15 по 17 декабря включительно. Это участок от улицы Варенцовой до Театральной улицы. Там проезд будет запрещен исключительно в ночное время суток. С 11 вечера до 5 утра. По словам мэрии, это не должно сказаться на автомобильном трафике. Временная схема объездов и знаков будет установлена в ближайшие сутки. Новогодние украшения уже появились на Лежневской улице и Шереметьевском проспекте. Также на этой неделе праздничные огни украсят Банный, Театральный и Соковский мосты. У современника, как и все прошлые годы, установят елку в авангардном стиле. Полностью погрузить город в новогоднюю атмосферу власти планируют уже к 20 декабря. Ну а сейчас несколько слов о погоде на предстоящие сутки. В лесу родилась елочка. И пусть она растет. Ведь в Унедоме с 11 по 19 декабря скидка на все искусственные ели 40%. По данным Гидромедцентра, во вторник в нашем регионе ожидается облачная погода – снег. Температура воздуха днем – минус 3-минус 5 градусов. Ветер южный – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме и составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 93%. В середине недели синоптики обещают потепление до плюсовых значений и осадки в виде дождя и снега. После выпуска новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы в Инстаграм или через наш сайт Иванова Ньюс. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи!